Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Последнее время появилось очень много сообщений о том, что открытие холдинг подал в суд заявление о банкротстве. И вы знаете, что у меня в брокерском доме открытия есть брокерский счет, о котором я постоянно рассказываю про свою деятельность на фондовом рынке. И также у меня есть, естественно, счета в банке открытия. Чем это нам грозит, что это значит? Многие люди у меня спрашивают, что будет с брокером и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что надо пояснить. Ну, прежде всего, вот давайте посмотрим на эти сообщения. Банк открытия прокомментировал иск о банкротстве открытия холдинга. Открытие холдинг подал в суд заявление о банкротстве. Открытие холдинг Вадима Беляева обанкротился. Открытие холдинг попросил суд признать себя банкротом. И так далее, и так далее, и так далее. Ссылку на статью в ведомостях я помещу в описании к данному видео. Ну, а сейчас я хочу просто рассказать немножечко своими словами, что же происходит, что нам с вами грозит. Я буду высказывать в основном свое мнение. Прежде всего, я хочу всех успокоить, что клиентам открытия брокер или клиентам открытия банк, ну, не грозит точно абсолютно ничего. Вот. Почему? Читайте внимательно. Открытие холдинг. Вот. Это принципиальная разница. Открытие холдинг и открытие брокера, и тем более открытие банк. Это, во-первых, разные вещи. Ну, а теперь я попытаюсь своими словами объяснить, ну, во-первых, всю предысторию. Смотрите. Ну, брокер открытия – это, в общем-то, один из самых старых брокеров, которые существуют в России. И вот, ну, это вот буквально становление фондового рынка. Он участвовал в брокерах открытия. И это один из крупнейших брокеров России. Постепенно он развивался очень активно. И опыт огромнейший, конечно, у брокера. Почему я с ними и работаю, собственно говоря. Вот. После этого они открыли банк открытия. И банк открытия тоже стал, в общем-то, он рос, рос, рос. И стал системно значимым банком. Когда он стал системно значимым банком? Ну, лет, наверное, уже 10 назад. Может, меньше. Что такое системно значимый банк? Это значит, что вот Центробанк определяет, он надзирает над банковской системой, вы знаете. И Центробанк определяет системно значимые банки. Это официальный список. Ну, как правило, там 10 банков, может быть 11, может быть даже 12. Это крупнейшие банки, от которых зависит буквально все в стране. И это те банки, которые, в принципе, не могут рухнуть. Понимаете? Потому что если этот банк рухнет, то все, крышка, значит, будет глобальнейший кризис. Вот такой банк открытия. То есть, все считают, что у нас только один банк самый главный и самый надежный. Это Сбербанк. Это не совсем так. Значит, кроме Сбербанка в этот список, естественно, входит там ВТБ, Ростсельхозбанк входит. Входит туда Райфайзенбанк. Если кто не знал, туда входит Юникредитбанк. Туда же входит Банк Открытия. Туда входит, не знаю, Ростсельхозбанк, я сказал или нет. То есть, список системно значимых банков вы можете посмотреть на сайте Центробанка Российской Федерации. Это официальный совершенно список. И в этот список я могу точно сказать, пока не входит Тиньков, например. Туда не входят там разные банки поменьше. То есть, Сбербанк туда точно входит. Туда же входит Открытие. И Открытие и Альфа-банк были крупнейшие частные банки, которые входили в список системно значимых банков. Остальные с большой долей государства. И еще раз повторяю, эти банки ни при каких обстоятельствах не должны были закрыться. Вместе с тем, мы знаем, что последние годы, несколько лет последних, очень активно Набиулина вела процесс по чистке банковской системы. Потому что там огромное число банков было. И мы знаем, что многие банки занимались там, ну, всякие обналички и так далее. Вот, она решила почистить это дело. И, ну, помните, что отбирались лицензии у банков, там несколько банков закрывались в день. И потом, когда этот процесс пошел ближе уже к завершению, уже оставались какие-то крупные банки. Ну, например, Мастер Банк все-таки решили закрыть и отобрать лицензию. Но были крупные банки, у которых, ну, как бы уже сложнее. И тогда, вот несколько лет назад, была запущена процедура уже не отбора лицензий, а санации банков. И что такое санация банков? Санация банков – это когда Центробанк говорит, ну, хорошо, вот этот банк мы не будем закрывать как-то. А он выделяет какие-то средства большие другим банкам, эти другие банки участвуют в процедуре санации. Я не знаю точно какие-то проблемы, но какие-то деньги там есть, и там можно заработать деньги. И там свои риски в этой системе, в этой деятельности, в этом бизнесе. Там есть свои возможности. Это целый бизнес, оказывается, уже. И вот, что произошло. Смотрите. Банк Открытие решил поучаствовать в этом бизнесе. И решил поучаствовать в санации, я уже не помню какого банка. И он, значит, там есть конкурс на санацию, значит, и там как-то активы. Короче говоря, вот эта вот санация прошла для Банка Открытия совершенно шикарно. Банк Открытия заработал на этом достаточно хорошие деньги и решил повторить это дело. И вот очередной банк, очень крупный банк Траст находился на грани, в общем-то, банкротства. И Центробанк объявляет конкурс на санацию банка Траст. И банк настолько большой, что, в общем-то, Траст был, что мало кто с ним справится с этой санацией. И, короче говоря, Открытие взялось за санацию банка Траст. Потому что, ну вот там есть баланс, подвели такая-то дыра в банке Траст. Вот ее надо, значит, там ликвидировать, значит, там какие-то деньги выделять. Я не знаю как. Короче говоря, Банк Открытия взялся за ликвидацию вот этой вот, ну, за эту санацию. И, как потом выяснилось, дыра в банке Траст оказалась в несколько раз, в несколько раз больше, чем она оценивалась на момент санации. И уже здесь речь шла уже не только, так сказать, ну, не то, что о прибылях, а как минимизировать убытки как-то и потянет ли Банк Открытие вот эту санацию. И, короче говоря, Банк начал суетиться. Говорит, слушайте, ну как-то вот дыра слишком большая, не могли бы вы увеличить средства там на санацию? Набиулина говорит, нет, нельзя. И, ну, Банк начинает там как-то пытаться, сами выкручиваетесь, вы выиграли конкурс, вот ваша санация. Вот, и, короче говоря, ну, руководство неоднократно говорило, что дыра была огромная и, ну, невозможно ее было погасить. И, кроме всего прочего, значит, что такое открытие? Открытие – это уже была, ну, целая группа компаний. То есть там и Банк входит, вы прочитаете это в «Ведомостях», кстати, я. Это открытие «Брокер», это открытие «Банк», это открытие «Холдинг», там еще группа О1, там еще какие-то открытые инвестиции и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть целая группа компаний. И когда выяснилось, что денег на санацию «Банк Траст», «Банка Траст» необходимо просто колоссальное количество, никто помочь не может, они, значит, пытались там как-то, ну, где-то взять какие-то, короче говоря, выпустили облигации открытия «Холдинг» и, ну, решили взять в долг эти деньги как-то. Но понятно, что уже актива в открытии «Холдинг» не хватало. И, в конце концов, вот все это привело тоже к колоссальным убыткам у «Банка Открытия», а так как «Банк Открытия» является системно значимым, и он находится под усиленным наблюдением Центробанка, то Центробанк сказал в какой-то момент, все, ребята, не справились, значит, Центробанк взял и, опа, объявляет о санации самого «Банка Открытия». Ну, уже «Банк Открытия» никто не может санацию провести, поэтому за эту санацию взялся сам Центробанк. То есть, все руководство «Банка Открытия» было отстранено, и в результате, ну, как бы, Центробанк полностью на 100% забрал все активы «Банка Открытия». Поэтому «Банк Открытия» сейчас на 100% в данный момент принадлежит государству, «Открытие Брокер» принадлежит «Банку Открытия» на 100%. То есть, и то, и другое сейчас это владелец Центробанк. И уже Центробанк начинает требовать с открытия холдинга, вот, погашения этих кредитов, соответственно, погашения долгов. И что решили? Ну, решили, что, когда есть группа компаний, и что-то там, они какие-то несут убытки, что делают обычно? Обычно делают следующее, что все убытки как-то они собирают в одну кучечку, в одну компанию. И говорят, вот эта компания плохая, на нее все навешаем, и ее мы будем закрывать. Так вот, этой компанией и оказалась компания «Открытие Холдинг», которая всем должна оказываться у «Открытия Холдинг». «Открытие Холдинг», там, ну, там, все-все-все активы, короче говоря, которые можно было забрать у «Открытия Холдинга», забрали. Остались, я так понимаю, только иностранные активы, которые там, ну, на всякий случай, хранили, ну, как бы, закупили. Ну, и дальше говорят, что, ребята, продавайте-ка и иностранные активы, там велись активные переговоры, насколько я понимаю, там давление колоссальное, я так понимаю, на руководство. И что случилось? А случилось, что, в общем-то, не договорились, ну, и Центробан говорит, ну, тогда мы, в общем-то, будем вынуждены, там, дела возбуждать и так далее, и так далее. Короче говоря, ну, достаточно, ну, какие-то члены руководства банка «Открытие Холдинга», там, минцы, грубо говоря, они уехали в Лондон, и в международный розыск их не подает, там, ну, короче говоря, только федеральный, там, как-то вот пытаются у них деньги выбить, ну, соответственно, они, эти деньги выбить уже несколько сложнее. Вот, ну, а сам Вадим Беляев для того, чтобы, ну, избежать субсидиарной ответственности, что это такое? Ну, это значит, что уже личное имущество будут отбирать. Для того, чтобы не отбирали личное имущество, руководитель компании должен подать иск о собственном банкротстве. Вот, и поэтому, вот, было подано, попросил суд признать себя банкротом. Вот, «Открытие Холдинг» попросил признать себя банкротом. Ну, для того, чтобы, ну, вот, все, признают банкротом, значит, там, закрывают все это дело, и все. Что еще происходит, так сказать, там происходило? Смотрите, примерно такие же тоже колоссальные проблемы были у банка Бин, банка, и Центробанк, Бинбанк не входил в список системно значимых, но он был крупнейший тоже банк, один из крупнейших, и поэтому Центробанк сказал, что то же самое объявил о санации силами Центробанка, и то же самое с ПСБ банком, промсвязь банком. То же самое, там были колоссальные проблемы, там невозвраты кредитов и так далее, и, ну, ПСБ работал, я так понял, что больше с оборонкой. Вот, короче говоря, вот, что решил сделать Центробанк, Центробанк, вот, объявил о санации, во-первых, Бинбанка, то же самое, и после этого решили, что сделать, объединить Бинбанк и Банк Открытия в один банк. Банк Открытия занимался санацией траста, вы помните, да, поэтому, значит, там есть еще Банк Траст, и вот все-все-все, ну, там, что входит в группу, там же часто акционеров, это ВТБ, там тоже, так сказать, там как бы есть, там, доля была акционеров ВТБ. Поэтому, вот, все вот эти вот банки Открытия, Бинбанк и Траст, их как-то вот объединили в одну группу, и уже в этой группе, внутри группы, значит, все самые-самые убыточные, так скажем, как-то проекты, да, вот, их взяли, все проблемные проекты, которые вот несли убыток из Бинбанка, из Открытия, значит, там все собрали в Банк Траст, ну, и Банк Траст теперь вроде как требует, соответственно, денег с Открытия Холдинга, потому что вот там вот эти и облигации, там еще что-то, там темная история, в общем-то, но факт следующий, что есть один проблемный банк, это Банк Траст, и есть те банки, которые передали свои проблемы Банку Траст, вот, они сейчас чистые, они сейчас дают колоссальную прибыль, и Банк Открытия, и Бинбанк, ну, он объединенный с Бинбанком, вот, что стало с ПСБ, а ПСБ решили реорганизовать, и тоже санация прошла, и решили ПСБ отдать чисто под оборонную отрасль, и он будет обслуживать оборонную отрасль, и там будут, ну, другие системы защиты, то есть, как бы, он будет отключен от SWIFT, чтобы американцы не следили за нашими оборонными расходами, вот, как-то так, вот, вот такие дела, и поэтому, поэтому, я надеюсь, что я пояснил, что Банку Открытия не грозит ровным счетом, не то, что ничего, Банк Открытия сейчас является крупнейшим банком, потому что он объединяет все хорошие активы бывшего Банка Открытия, вот, который был частным, сейчас он государственный, и объединяет все хорошие активы Бинбанка, который был частным, стал тоже на 100% государственным, а все плохие активы отошли в Трасту. Значит, сейчас Холдинг Открытия объявляет о банкротстве, это займет какое-то время, но я думаю, что они там договорятся, и после этого, ну, вероятно, Банк Траст тоже объявит о банкротстве, потому что ему никто не вернул деньги, но я думаю, что там обо всем об этом договорились. Но мораль такова, что ни клиентам Брокера, ни клиентам Банка Открытия, ну, абсолютно ничего не грозит. Я был клиентом и Открытия Брокера, и Открытия Банка еще до того, как все это завязалось. Могу сказать смело, что вообще никаких проблем с обслуживанием брокерским в самые тяжелые времена, когда там санация объявлялась и так далее, не было. И я также не ожидаю никаких проблем и сейчас. Вот, ну, а ссылку на статью «Ведомостях» вы увидите в описании к данному видео, можете почитать, если кто-то что-то опасается. Вот, ну, на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.